Вот уже почти два столетия подряд Татьянин день 25 января особняком стоит в бесконечной череде праздников, что не случайно. Поздравления в Татьянин день принимают не только женщины, девушки с именем Татьяна, но и студенты. Традиции празднования этого дня уходят в далекое прошлое, но несмотря на это дух веселья сохранился и в наше время. И до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Но на самом деле это лишь на первый взгляд. Современный студент, человек очень занятой. Учеба, лекции, конспекты и бессонные ночи перед экзаменами. Только будучи студентом можно с легкостью совмещать различные виды деятельности, впитывать гигабайты информации, знакомиться с сотней людей, получать самый широкий спектр эмоций и впечатлений. Только в годы студенчества легко и непринуждённо преодолеваешь любые преграды на пути к своей заветной цели – диплому о высшем образовании. Так, можно сказать, своей цели уже достигла Мария Погорелова. Получив профессию учителя истории и права, сегодня она продолжает обучение в магистратуре на базе филиала Кубанского государственного университета в городе Славинске-на-Кубани. По словам девушки, студенчество – это незабываемые годы, наполненные новыми знаниями и высокими достижениями, весёлыми и счастливыми событиями. Одним из таких для Марии была стажировка корреспондентом на Славинской муниципальной телерадиокомпании. Сейчас откроется уже, тихо. Здравствуйте. Мы находимся в городе Краснодаре. Буквально через 10 минут начнётся открытие в парке «Солнечный остров» в фестивале «Журналистики». В 10 минут начнётся открытие фестиваля, посвящённое Дню Святого Валентина. Пять лет назад Мария мечтала связать свою жизнь с журналистикой. Встретившись с девушкой, наши корреспонденты узнали, не изменила ли она своим планом. И предложили вновь попробовать себя в качестве корреспондента. Вот что из этого получилось. Что надо говорить? Сейчас, хорошо. Мы не договаривались, что меня будет светить эта штука. Так. Добрый день, дорогие россияне. Хорошо. Тут даже репетировать не надо, оно не получается. Просто это получится, что пять лет не могла сказать на камеру, что сейчас не может сказать на камеру. В общем, в ходе такого небольшого эксперимента Маша поняла, что работа журналиста не так проста. И одного желания здесь недостаточно. Этому надо учиться. Девушка прекрасно понимает, что студенческие годы – это как раз то время, когда можно определиться, чем всё-таки заняться в жизни. У Марии, как и у многих других студентов, помимо учёбы, ещё масса занятий. Если быть откровенным, времени свободного очень мало. Я работаю в филиале Кубанского государственного университета в городе Славянске на Кубани, в отделе социально-воспитательной работы, инспектором по контролю за исполнение поручений и координатором по молодёжной политике Совета студенческого самоуправления. Также пишу научную диссертацию по теме «Организация образовательного туризма в условиях среднего профессионального образования». Сейчас очень-очень скоро получу права. Люблю кататься на велосипеде, на роликах. Мечтаю, чтобы в Славянском районе открыли каток и буду кататься на коньках. Кроме того, Маша активно занимается общественной и творческой работой. Руководит кружком ведущих и аниматоров в студенческом клубе. Работала организатором на Всероссийском фестивале «Казачок». Член молодёжного движения «Регион 93». Занимается научно-исследовательской деятельностью. Кстати, не так давно Мария была удостойна губернаторской стипендии на 2015-2016 годы обучения. «В декабре 2015 года состоялась встреча с лауреатами молодёжно-губернаторской стипендии, на которой присутствовали вице-губернатор Анна Менькова и руководитель департамента молодёжной политики Краснодарского края Сергей Килин. Мероприятие проходило в два блока. Вначале мы побеседовали, рассказали о направлениях своей деятельности и далее прошло торжественное награждение, в котором нам вручили сертификаты». Исписанные вдоль и поперёк конспекты – художественная импровизация на зачёте по истории, прогуленные пары, весёлые сессии. Каждому о чём-то своём напомнит 25 января – Всероссийский день студента. Что ни говори, а не зря годы студенчества были и будут излюбленной темой для воспоминаний. О курьёзах студенческой жизни, об уникальной способности памяти на экзамене не знал, но вспомнил. К тому же это время насыщено красками молодости и нотками ностальгии. И как бы там ни было, годы студенчества – это юность, которую нельзя забыть. Мы все когда-то были студентами, так что смело можно сказать – этот праздник для каждого из нас. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова